Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение первой книги Паралипоменон. И сегодня мы будем читать 26 главу, в которой говорится о храмовой страже, о смотрителях за сокровищницами храма, о песцах, судьях и царских надзирателях. И мы читаем с первого стиха ниже. Вот распределение привратников из Кореян. Мэшеламия, сын Корея, из сыновей Асафовых, сыновья Мэшеламия, первенец Захария, второй Иди Аил, третий Завадий, четвертый Ива Фнил, пятый Илам, шестой Иго, Ханан, седьмой Игали Най. Здесь перечисляются другие сыновья. Итак, до девятнадцатого стиха. Пятнадцатый стих здесь сказано «Авет и дому на юг, а сыновья его при кладовых» — это кому выпал жребие, на какое служение. Кладовые. Этот термин встречается только здесь и в книге Наимии, 12 глава, 25 стих. Экзегеты, ученые сообщают, в акадском языке он, этот термин, колдовые, описывает внешнее строение при храмовых воротах или порогах ворот, что соответствует более конкретному наименованию этого термина в книге Наимия, 12. И шестнадцатый стих «Шупиму и Хосе на запад у ворот шалахет, где дорога поднимается и где стража против стражи». Вот это словосочетание ворота «Шалахет». И исследователи Писания обращают внимание на то, что эти ворота упоминаются только здесь, и нам неизвестно их местоположение и назначение. Из данного контекста следует, что они были на западной стороне храма, в его задней части, «Но это не были западные ворота, поскольку к западу находилось место сборов. Возможно, эти ворота вели на западный край этой территории, тогда как западные ворота от форума к храмовой территории». И в этой же главе шестнадцатый и восемнадцатый стих «К востоку по шести левитов, к северу по четыре, к югу по четыре, а у колдовых по два. К западу у притвора на дороге по четыре, а у самого притвора по два. Это распределение привратников. Исследователи указывают на то, что одной из самых важных задач священников была охрана храмовой территории, внутреннего круга, священного пространства. Осквернение святилища требовало очистительной жертвы, это известная жертва за грех, о ней говорится четвертый левит, и могло повлечься за собой наказание как отдельного человека, так и всего народа. Привратники должны были закрывать доступ на территорию храма посторонним. В храмовых пределах находились также ценные вещи. Изобилие золота и серебра было большим соблазном для нечестивых людей». Сейчас в нашей церкви функцию привратников выполняет отчасти сторож. А вот, кстати, у старобрядцев реально я наблюдал служение этих привратников, это такие серьезные молодые люди, которые стоят при входе в старобрядческую церковь, и они смотрят свой и чужой. Система распознавания очень четкая. Когда старобряд входит в храм, он совершает определенное количество крестных знамений, поклонов в определенном порядке. Он там кланяется в сторону к анастасу, над входной иконой, потом поклон делает народу, и сразу видно свой и чужой. То есть там четко идет такое распознавание. И вот древние привратники, которых мы читаем, они тоже выполняли такое служение, им надо было распознавать свой и чужой, чтобы не произошло сквознение храма. С 20 стиха говорится о смотрителях за сокровищами храма. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божьего и за сокровищницами посвященных вещей. Перечисляются их имена. С 26 стиха. Шалафим и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысяченачальники, стоначальники и предводители войска. Что значит посвященные вещи? Посвященные вещи – это какие-то драгоценные вещи, которые, может быть, они не имели никакого приложения к храмовому служению, то есть нельзя было найти способ их использования. Но как драгоценные вещи они жертвовались на храм. Тем более среди жертвователей были военачальники, стоначальники и предводители войска. То есть они могли жертвовать самые ценные трофеи. И об этом говорится далее, 27 стих. Из-за воеваний, из добыч они посвящали на поддержание Дома Господня. То есть самые такие дорогие трофеи они отдавали на Дом Божий. И все, что посвятил Самуил, пророк, и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын Саруи, все посвященное было на руках у Шаламифа и братьев его. То есть ничьими приношениями не брезговали, хотя перечисленные люди-то были разные люди, но любая жертва в этой ситуации принималась как именно приношение сокровищницу храма. Хотя в четвертой книге царей мы находим свидетельство о том, что жертву за грех не принимают на храм. То есть когда человек жертвует золото, серебро, чтобы искупить какие-то свои грехи, вот такие деньги не принимались. Это считались нечистые деньги. А то, что приносилось не ради того, чтобы какой-то выкуп самого себя совершить, а просто ради святости, значимости этого места, это принималось от многих людей. Далее говорится о песцах, судьях, царских надзирателях. Из какого племени кто назначался, кто определялся на это служение. И далее мы читаем, это вторая половина 31 стиха. В 40-й год царствования Давида они исчислены, то есть все эти люди, и найдены между ними люди мужественные, в Азер Галаадском, и братья его, люди способные, 2700 были главы семейств, их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полколеном Монасиным по всем делам Божьим и делам царя. То есть их назначали судьями и царскими надзирателями, чтобы глаза царя, такие постпреды, они бы созерцали глаза царя через этих людей всю ситуацию во всех регионах. Здесь мы прочитали о притворе. Значение этого термина, на чем настаивают исследователи Писания, не совсем понятно. Обычно его относят, опираясь на свидетельство храмового свитка и свитков Мертвого моря к открытому пространству, похожему на место сбора, непосредственно к западу от святилища. То есть притвор — это, с одной стороны, открытое пространство, а с другой стороны, как бы уже сакральная территория, куда не всякий может войти. И вот те, которые в притворе, они должны были следить за установленным порядком. Кто может входить, кто не может. А какие вещи можно вносить в храм? Какие нельзя? Например, с личными вещами нельзя было бегать по храму. Это осуждалось. И мы знаем, что Христос останавливал тех, которые с какими-то вещами бегали по храму, потому что это мешало людям сосредоточенно молиться. КОНЕЦ Продолжение следует...